Здравствуйте! Арт-кафе «Господин Ветер» приветствует вас. И сегодня к нам забрели совершенно замечательные гости. Я с огромным удовольствием хочу их представить. Андрей Широглазов, поэт-автор-исполнитель, и Галина Шапкина, тоже поэт-автор-исполнитель. Но вообще у ребят очень много смежных творческих профессий. Профессий мы об этом поговорим отдельно. И вообще вот я знаю, что у вас некий такой семейный союз творческий. А иногда этот семейный творческий союз становится дуэтом. Вот, Андрюш, ты приехал, насколько мне, они изменяют память из Вологодчины в Москву, а Галя, она коренная москвичка. У меня однажды я приезжаю в Смоленск на свой собственный концерт. И приходит такая записка. «Ну как ты там наш, болезненный в Москве-то?» Меня так тронул этот патриотизм. И у меня вспомнился анекдот. Знаете, заходит мужик в лифт и видит там в лифте два амбала. И спрашивает у этого мужика, «Ну что это самое, как у тебя, ты кто, как тебя зовут?» Ну я говорю, на всякий случай, да меня Серега. Но они мне как вломили, думали меня этим сломать. А мне-то что? Я-то ведь не Серега. Ну что ж, по традиции мы начинаем нашу встречу с песней. Андрюш, тебе слово. Песня посвящения замечательному Череповецкому, ну и, наверное, уже российскому давным-давно поэту-барду, рок-барду Александру Башлачеву. Не завидуйте мне, не надо Зависть — очень плохое чувство, А поэзия — не награда, И тем более не искусство. Это джин в коньячиной бутылке И пожизненный лагерный срок. Это дикая боль в затылке За двенадцать удачных строк. Это дикая боль в затылке За двенадцать удачных строк. Не завидуйте мне, не нужно Еле видны в дыму сигарет. Ах, как кашлю я надужно, За столом встречая рассвет, И на двух тетрадных листочках Проступают сквозь слов круговерть. Моя жизнь в двенадцати строчках, А в тринадцатой строчке — смерть. Моя жизнь в двенадцати строчках, А в тринадцатой строчке — смерть. Не завидуйте мне, я знаю, Много меньше, чем вы. И даже перед сном никогда не снимаю С плеч своей дурацкой поклажи, Что мне снится, глагольные рифмы, Что меня стерегут во ржи. Непонятные как логарифмы И опасные как ножи, Непонятные как логарифмы, И опасные как ножи. Не завидуйте мне однажды В суматохе чужой среды Я умру от духовной жажды. Не дойдя двух шагов до воды, И песок заметет останки, Но бархан не будет велик. И истлеют в издательстве гранки Недописанных мною книг. И истлеют в издательстве гранки Недописанных мною книг. Не завидуйте мне, не надо. Зависть — очень плохое чувство, А поэзия — не награда, И тем более не искусство. И поэт не рождем в сорочке, Ему Богом судьба дана. Умереть в тринадцатой строчке, Но двенадцать прожить сполна. Умереть в двенадцатой строчке, Но двенадцать прожить сполна. Андрей Широглазов. Посвящение Александру Башлачеву. Вот маленький город Череповец. Совсем маленький, я там был. И город, который выдал на гора, Можно сказать, да? Просто, не знаю, Просто такое вот созвездие, да, Замечательных поэтов, бардов. Вообще Башлачев, конечно, запредельный, Запредельный был поэт. Я вот, пока ты сейчас пел, У меня вспомнились строчки «Засучи мне, Господи, рукава, Да отмерь мне, Господи, верный путь, Я пойду смотреть, как твоя вдова В кулаке скрутила сухую грудь». То есть, вспомним, Когда умер Башлачев, Это еще был восемьдесят восьмой год. Когда он это написал, Это был восемьдесят шестой. То есть, еще Советский Союз. Еще не было православия, да? Насколько я знаю, Последние два года он вообще не писал, да? Да, да. Восемьдесят пятый, восемьдесят шестой год. Да, да. По-моему, вот то, что я сейчас процитировал, Датировано восемьдесят шестым годом. И человек обращается к Богу, При этом говорит, что его вдова. То есть, он как бы обращается к мертвому Богу. То есть, это, конечно, такая метафорическая грудь. Глубина, это даже не конструкция. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Башлачев вообще не мыслил конструкциями, Он жил выдохом каким-то сумасшедшим и запредельным. И вот этот маленький город, Череповец, Башлачев, Широглазов. Это вообще... Там начать нужно с батюшкова, с северянина. Это, да, да. Кстати, я все время хочу спросить, Этимология Череповца, это не от слова черепня? Нет. Вообще, Череповец правильно. Местные называют Череповец. Череповец. Ну, Череповец бабушки называют. Ну, вообще, Череповец весь. Вепсы весь. Это народ, который там жил, А Череп это гора. То есть, святая гора весь. А гора не похожа на Череп? Нет, не похожа. Соборная гора... Там, собственно, и вся история Череповца связана с тем, что плыли купец и монах, Афанасий и Феодосий. И вот в районе, где сейчас расположена Соборная горка, где стоял монастырь, они увидели светящиеся огоньки, сочли это за знамение божское, и поклялись, что обязательно сюда вернуться, и построят там монастырь. Они были учениками Сергия Радонежского. То есть, они вернулись туда, получили благословение Сергия, вернулись туда, поставили монастырь. То есть, изначально это был монастырь, потом вокруг него был посад, естественно, да? Потом потихоньку возник город. Интересно. Если говорить про поэзию, то, наверное, не один Череповец, а вся Вологодчина, да, богато поэтически, очень богато. Это явно прослеживается, но у Андрея есть что сказать? Ну, Вологодчинь это вообще отдельный разговор. Нет, тут все очень сложно. Ну, вот приехал, допустим, молодой поэт в Москву, ну, может быть, не очень молодой, ну, во всяком случае, молодозрел такой, да, вот, если... Вот, и приходит он в Москву, значит, и видит красивую девушку. Но все же девушки московские, они же вот такие понтовые, со снобизмом. Ну, далеко не все, далеко не все. Не согласны. И вдруг, и вдруг красивая московская девушка обращает внимание на поэта. Поэтому, ну, я же знаю, как выглядят поэты, которые приезжают из провинции. Это, как правило, люди плохо одетые, пьющие, курящие. Вот, и сложно понравиться московской девушке. Вот вопрос, Галя. А мы не понравились друг другу. Вообще не, да. Нет, абсолютно не понравилось. То есть сразу с первого взгляда как-то не очень. Но есть такая маленькая, пикантная, наверное, особенность, нет, дополнение, да. Года за три до нашего знакомства есть поэт у нас сетевой, очень хороший, Фима Жиганец. Вот. И где-то в интернете я наткнулась на одно стихотворение о Фиме Жиганца, которое было спет Андреем. И спета было хорошо. Называлась песня «Ведьмочка». Такая лирическая песня. И мне песня понравилась. Я думаю, кто такой Широглазов? Полезла дальше, слушала, думаю, господи, как скучно. А песню «Ведьмочка» все эти три года, вот, да, плеер с собой часто очень носит. У меня в плеере был набор любимых песен, в том числе и «Ведьмочка». То есть, не зная человека, три года одна песня, не на его стихи, но вот, да, она была. И было интересно, я поехала навстречу. У Андрея был домашний концерт, некий домашник такой в Москве. Мы их проводили у Игоря Николаевича Брумеля. Вот, Андрей был туда приглашен исполнителем. Я поехала, у меня было очень плохое настроение, абсолютно не хотела ехать. Но это же тот человек, который спел «Ведьмочку». Надо познакомиться. Вот. Это был начал. Вы уж даже как-то по звукописи совпадаете, да? То есть, ворклорчество свело так или иначе. Да, Андрей Геннадьевич Широглазов, Галина Генриховна Шапкина, понимаете? То есть, вы как-то даже по звукописи, вот эту вот алитерацию специально подбирали, нет? Нет, конечно. Я шучу. Нет, ну, изначально не понравились. Вот встретились на этом самом квартирнике, в общем, друг другу не понравились. Потом прошло какое-то время, встретились опять, уже друг к другу присмотрелись. А потом, в как бы это момент времени, это было 1 сентября, вот у нас такой своеобразный юбилей, 1 сентября. У меня был концерт, и после концерта мы как посмотрели друг на друга и поняли, что друг от друга уже никуда не денемся. Просто сели в машину, уехали в одно место, и до сих пор в этом месте живем. Уже два года, два года. Галочка, но тебе слово. А мне слово. Музыкальное. Музыкальное. Ну, тогда, раз уж тема у нас такая, да, немножко личная пошла. Одна из последних песен. Песня называется очень банально «Музыка любви». Вот, вообще, Андрей Банальчина не любит, особенно в поэзии. Сказал, нельзя писать песни с таким названием. Ну, сказать женщине нельзя, это, наверное, неправильно. Говорят же мужчины, послушай женщину, сделай наоборот. Вот, ну вот. Ну, а некоторым женщинам говорить нельзя. Это тоже бесполезно. Музыка любви. Через ночь Москвою старым Наши души бродят пары. Ну, а мы с тобой, увы, В разных комнатах Москвы пишем Ты стихи в тетрадь амбарную, Музыка любви. Ну, а мы вдвоем с гитарою Лечим музыкой хандру. Музыка любви. Музыка любви плывет над городом, И ключом скрипичным задевает крышу. Музыка любви, которую, кроме нас, Никто не слышит. Стихотворные пророчества Кружат в ритме одиночества И зависит их союз От каприза наших мус. Если ты успел по мне соскучиться, Может быть, у нас получится, Сбросив с плеч привычный груз, Написать любовный блюз вместе, Чтобы музыка любви плыла над городом, И ключом скрипичным задевала крыши. Музыка любви, которую, кроме нас, Никто не слышит. Галина Шапкина. Вы действительно подходите друг к другу. Галина Шапкина. Вы очень подходите друг к другу, да. Ну вот, Андрюш, вот ты приехал в Москву, И у тебя какие-то сложились взаимоотношения, Я знаю, с союзом писателей. Вот об этом поподробнее. Я знаю, что ты возглавляешь редколлегию, По-моему, какой-то газеты даже, да? Литературной. Нет, ну, они раньше сложились, То есть, когда я еще жил на Вологодчине, Мы переписывались, встречались, И, в принципе, у меня были достаточно сложные Отношения с Вологдой, Но это не только у меня. То есть, Череповец и Вологда, Это два таких города-антагониста. Вологда, это промосковский город, Череповец, пропитерский город. Это всегда так было. То есть, он изначально всегда был Новгородским городом. То есть, это уже только при советской власти Его вдруг отрезали от Новгородской области И пререзали к Вологодчине. И Череповец в Вологодчину не очень вписался. Да, да, по менталитету, в общем, да. И люди творческие Череповца И люди творческие Вологды Очень так ревностно друг к другу относятся. И иногда это доходит до конфликта. Вот художники разделились. Есть Череповецкое отделение Союза художников, Вологодское отделение. То же самое чуть не произошло И с писательской организацией. Но, в конце концов, все-таки решили не делиться. И в Вологжане как-то вот они Не очень хотели меня принимать в Союз писателей. А с Москвой у меня уже к тому времени Были достаточно хорошие взаимоотношения. И для того, чтобы меня все-таки принять в Союз писателей Нужно было сделать выездное заседание Секретариата Союза писателей в Череповце. И, собственно, вот все секретари Союза Тогда приехали, приняли меня в Союз писателей. И я все-таки вошел в Вологодскую писательскую организацию. И стал проморсковским. Да, и с тех пор как-то вот со многими москвичами У меня очень хорошие отношения сложились. И когда я приехал в Москву, первое, что я сделал Я пришел в Союз писателей. Меня очень хорошо встретили. И я там как-то сразу осел В издательстве Российский писатель, В газете Российский писатель. То есть вот много писал. Сейчас меньше там бывает, меньше работают. То есть сейчас у меня вот свой сайт, В котором я работаю, сайт земляки. И занимается русской поэзией. То есть этот проект мне более сейчас интересен. Ну, в принципе, мы занимаемся тем же самым, Чем занимается Союз писателей. И живем достаточно дружно с Союзом писателей. Ну, вот поскольку мы заговорили Вообще о теме русской поэзии, О Союзе писателей. Может быть, я знаю, что у Гали есть Вообще Цветаевская тема, галочка. Может быть, эта тема сейчас прозвучит. Правильнее было сказать, Наверное, не Цветаевская тема. У нас с Андреем есть цикл песен Поэт Серебряного века. Это целая большая программа. Ну, наверное, мы сейчас покажем тебе Несколько, да? Как у нас получится Цветаева. Несколько у нас не так много времени осталось. Ну, тогда парочку, да. Ну, это посвящение Марине Цветаевой. Это диптих. Он состоит, да, как любой диптих из двух частей. Первая часть называется «Прага», а второй «Елабуга», 31 августа. Писали мы в соавторстве с Андреем. Очень большая история, очень любая песня. Спит «Прага», дремлет в Латвах, И бумага слома драта, И сломался ветхий карандаш. Светает картина, и Цветаева Марина Завершает свой ночной вояж. Горбатит спину Карлов мост, Над головой остатки звезд, И каждый дворик, Как погост душе бродяжьей. Европа катится к войне, И в предрассветной тишине Старинный флюгер в вышине Скрипит протяжно. Стол, скатерть, две иконы, А в квадрате приоконном Различает зрение совы. Как в дымке беспробудно Спят ордынка и трехпрудный В ласковых объятиях Москвы. И в стороне от пражских врат Петляет вымерший Арбат И москвичи спокойно спят В домах знакомых. Им невдомек, что есть страна, Где, расплескав остатки сна, Марина курит у окна чужого дома. Марина идет по дороге, От жизни грешной отрешась. Уныло летит ей под ноги чужая Татарская грязь. Чужая скрипит колымага И мат из чужого двора. Елабуга – это не прага, Елабуга – это дыра. Марина не видит, не слышит, Не верит, не любит, не ждет. Дыхание жизни все тихо, И смерть у соседних ворот. Все вытерпит только бумага, Пока не дойдет до костра. Елабуга – это не прага, Елабуга – это дыра. Не то, что по жизни не пруха, А просто усталость и страх. От мужа ни слуха, ни духа, И дочь у чертей на рогах, И день непогоды распоров, И ночью ни света, ни звезд. Елабуга – это не город, Елабуга – это погост. В Елабуге нету мастителей, Но кто ж у поэта в долгу? Простите, 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 Я больше уже не могу. Нездержанный быть небеспечной, Не верящий в силу добра, Елабуга – это не вечно, Елабуга, лишь до утра. А утром другая Россия, С которой мой сын не знаком, Там солнце и Рейнер Мария В обнимку с седым ямщиком, Там сушки, румяные ломки, Там песни и блеск хрусталя. Елабуга, август, потемки, Марина, бумага, петля. Это была песня по имени Цимарина Цветаевая. Да, очень-очень сильно. Я так понимаю, текст Андрюша, да, писал? Музыку, музыку, Галя, или как-то так, Как у вас вообще распределяются роли? У Андрея было стихотворение Елабуга, И оно даже было с музыкой, Но как-то вот он очень редко пел, Оно не звучало, И нам показалось, музыка немножко не та. И тогда Галя предложила, что... Мой была написана музыка на Елабугу, Она пелась вот именно так, Эта песня, она была одной Елабугой, И потом, и было ощущение, Что чего-то не хватает. И потом мы вместе сели и написали уже Прагу. Какой-то вот, да... Получился дептих. Да, невысокий. Ну, у нас вообще такой, этот самый, Такой котел творческий, В котором все варится. Тут даже сложно сказать, кто что пишет, Потому что часть стихов Галининых, Часть стихов моих, И музыкально. В нормальных семьях люди ругаются, Из-за чего там, из-за зарплаты, Из-за чего-то не сделано. У нас самый пик, как радостных моментов, Так и грустных, Это поэзия, это творчество. То есть из-за одной строчки, Может быть праздник на неделю, А может все потом... А поскольку два близнеца в одной семье, Иногда создается впечатление, Что у нас человек шесть. Представляешь, да? Он близнец, я близнец. Это уже четверо, как минимум. А если еще начинаются разговоры, Их может быть четверо, А нас и десять. Видите, какой вообще прекрасный Семейный творческий союз. И очень здорово, Что вы нашли время, И оказались у нас в арт-кафе Господин Ветер. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. А наше время подошло к концу, Но мы скоро увидимся. Обязательно. И вам спасибо, дорогие телезрители. Смотрите арт-кафе Господин Ветер. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok